Сейчас вы видите в титрах, кто она такая вообще. Я продублирую. Холистический психолог, специалист в области энергоинфекционных методов оздоровления человека. Ну, одним словом, гений адаптации, а вообще, давайте так, давайте подберем какое-нибудь очень русское слово, например, мне нравится кудесница. Юля, как тебе? Привет, привет. Моншерман, ой, как сказать по-французски? Сейчас, 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 я вспомню. Бонжула манами. Здравствуй, Юля. Бонжула, бонжула. Как тебе это слово само, кудесница? Кудесница, ты знаешь, это слово... Старинное? Это слово, которое используют многие по отношению ко мне. Не знаю почему. Да? А, ну я не первый. Ну ладно, ну господи. Ну, вообще, простите. Поэтому, наверное, оно как-то мне подходит. Очень подходит, да. Очень подходит. Ну, я немножко скажу о Юле. Вообще, жаль, что она так быстро вышла замуж и уехала во Францию. Я даже вообще не успела похватиться. И она живет во Франции шесть... Шесть, да, Юля? Да, 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 шесть. Привет. Юля живет во Франции и занимается очень интересными вещами, о которых мы сегодня будем говорить в нашем эфире. Адаптация чего? Где? Человека в, ну скажем, не русскоязычной среде, на примере Франции. И Юле есть уже что сказать, потому что шесть лет – это опыт. Вот если бы она приехала во Францию только вчера, да, это было как-то странно об этом говорить. Но у Юли есть уже опыт тот, который может... Можно им делиться и разговаривать об этом. Ну, начнем с языка. Юль, ты знаешь, вот меня все время удивляло. При всем том, что... Вот я всем это всегда говорю. Русский язык – это наполовину французский. Мы все... Начиная с Пушкина, мы знаем, что первый стихий он писал на французском языке. Мы открываем Льва Толстого и мы видим, что идет две страницы французского текста. И вот современная Франция, приезжает русский человек туда. Он вообще, почему должен испытывать-то какие-то проблемы с языком? Ты ведь говорила, что эти проблемы есть. Ты знаешь, я... Во-первых, я скажу, что я с тобой согласна по поводу языка, что вот русский язык, он как бы очень... В нем очень много слов французских или во французском много русских, как тоже некоторые говорят. И ты знаешь, когда я приехала и пробовала общаться с людьми, я еще по-французски не говорила. И, значит, у меня была такая тактика, чтобы вот как-то свободно вести беседу, ну как свободно, в кавычках свободно, чтобы не было каких-то вот там страхов подбирать слова. Ты же не знаешь их, со словарем все время не ходишь. Я почти все русские слова произносила на французский манер. И таким образом тестировала. И, знаешь, 50% попадения было. Там, где не попадало, я тогда брала английское слово и произносила его на французский манер. Но удивительным образом, вот очень много слов, действительно, они похожи, или они одинаковые, или они одни и те же. Но есть один нюанс. Есть один нюанс. Иногда бывает, ты используешь слово, оно, казалось бы, вот и в русском, и в французском то же самое слово, а смысл может другой. То есть у нас есть некоторые слова, которые перешли из французского, но мы их используем иначе. В целом, у нас же французский язык в России менее популярен, чем английский. Все сейчас ударились в английский, да? В первую очередь, внимание все туда. И все внимание... А, кстати, почему, непонятно. Мы же все прекрасно знаем, что в Европе нет вообще англоязычных стран, кроме Англии, вернее, Великобритании. Ну, а во Франции вообще... Вот многие говорили и отмечали, что Франция не очень любит английский язык. Это правда? Я вот не могу сказать по поводу слова «не любят», но есть тут такое клише, что сами французы, они говорят, что им сложно учить языки, что вот он им не поддается, вот этот английский язык в том числе. И как бы есть те, кто говорят на нем, но в массе, если вот так вот взять, многие французы, они, если используют английский язык, они его используют как бы на французском, как бы, знаешь, вот они произносят все слова там «тейбл», «табля», «мазер», понимаешь? Вот «фазер», «фазер». И вот как бы вот в этом плане вот у них вот есть вот эта вот скорее черта. И, может быть, это связано еще с образованием самим, потому что я не берусь судить, я не могу сравнить с нашим, с российским, как сейчас особенно происходит. но как бы здесь тоже присутствует такой момент, что вот, например, когда я училась, проходила, что многие учат годами английский язык, например, и они на нем не говорят. И здесь та же самая история. Потому что мне кажется, вот в России, возможно, сейчас сейчас поменялось, потому что мне кажется, что уже там лет 10 точно люди с детства, там, своих детей начинают на какие-то курсы в детском саду, в какой-то английский. Да, да, сейчас так. Например, в мое поколение у нас как бы не было такого погружения, но мы при этом его учили, но очень многие, что они не говорят. Или, скажем, не говорили, как бы если дополнительно нигде не занимались. А дополнительно заниматься было не у всех, не у всех была возможность. Поэтому вот я думаю, что здесь скорее про это. Я думаю, что здесь скорее идет вопрос о том, как построено в системе образования изучение языков, не только английского, но и других. И дальше вот эта вот как бы тенденция говорить или не говорить, учить ходить, точнее, на дополнительные курсы или не ходить. То есть вот и у них как бы вот это, не могу сказать, что сильно развито, то есть только те, кому это действительно нужно вот в работе, кто хочет связать свою жизнь с этим языком. Вот поэтому мне кажется, здесь скорее про это, чем просто вот что французы, они на английский не любят. И когда я... Нет, 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 я уже готов задать второй вопрос. Договаривай, договаривай. Давай договорю, а ты потом смотри. И здесь еще есть другой нюанс, когда я лично на своем опыте сталкивалась с многими французами, мне нужно было говорить на английском, они терялись. Но у нас же то же самое, приедешь в Россию, в русскую глубинку, кто-то начнет к тебе на английском обращаться, человек тоже теряется. То есть как бы есть такое. То есть мне кажется, это скорее больше не про француз не любят язык, а скорее психологические барьеры самих французов, когда им тоже нужно общаться на иностранном языке. Я думаю, что здесь скорее речь идет в этом. И какой-то маленький процент есть, которые говорят, ну да, вот мы не будем по-английски. Но это, мне кажется, так уже больше клише. Ну, больше клише. А вообще, насколько, может быть, мы действительно, ну скажем, боимся и преувеличиваем эту проблему. Она все-таки есть, эта проблема. Вот именно проблема русскоязычного, носителя русского языка, который приезжает во Францию. Есть какие-то отличия? Ведь во Францию едут не только из России. Вот специфика русского человека. Есть вообще языковая эта проблема? Или она все-таки преувеличена? Вот как, на твой взгляд? Сложно сказать, потому что, ну если опираться чисто на мой опыт и на мое мнение, мне кажется, все настолько индивидуально, все зависит от человека. Потому что, с одной стороны, вот говорят, что русским, французский язык учить намного легче. И вот именно из-за того, что вот близость к культур, любовь к языку и так далее. Но в то же самое время очень много есть русских, которые живут лет 10 и не говорят на французском языке. И мне кажется, здесь мы входим скорее не в специфику языка, а скорее в психологические какие-то нюансы самой личности, в принятие этой личности вот этого языка, этой культуры и какие-то другие задачи, которые он решает, но они накладываются как бы на язык. И вот как бы, когда вот этот весь букет смотришь, вот тогда вот можно говорить вот про вот эту вот специфику. У нас связь исчезла. Значит, после культуры, повтори то, что ты сказала. После культуры? Проблема с восприятием культуры. Здесь смотри, мне кажется, что здесь вот идет такая, знаешь, вот индивидуальная как бы особенность человека, его индивидуальные взаимоотношения с самой культурой, с самим собой. И вот он как бы на это перекладывает изучение языка. То есть, что я хочу сказать, что здесь можно там, грубо говоря, разделить на две условно такие категории. Первое, это непосредственно вот принятие человеком этой культуры и через нее язык. И второе, это как бы насколько у человека самого есть какие-то свои внутренние там задачи, страхи, клише в том числе. Да, что вот есть люди повесили на себя клише, что я в принципе не могу учить языки. Или я уже старый, я не могу учить языки там и так далее. Понимаешь? И они не делают усилий. Они сделают там, не знаю, два-три раза что-то поучат, два-три слова, скажут, я не могу и останавливаются. А на самом деле просто есть как бы в языке есть такая особенность, да, ты вот как бы им занимаешься, занимаешься. Есть периоды, когда он не идет, есть периоды, когда он легко идет, но это же как бы в принципе особенности развития нашего в целом. У нас это закон общий как бы нашего саморазвития и так далее. Мы накапливаем что-то, потом пауза, нужно стабилизировать вот это. В этот момент не обязательно его учить, можно как раз сделать эту паузу, а потом опять. А человек как бы вот он хочет, чтобы у него каждый раз, когда он занимался или там входил в эту культуру, у него оно ушло и получалось, что у него где-то иногда не идет и он это воспринимает как тотальная катастрофа, что не получается. На самом деле нет, это просто цикл, где мозгу нужно дать какую-то другую информацию, просто понаблюдать за культурой. Эмоциональную какую-то может быть, эмоциональный какой-то аспект, да, где ну, какие-то, не знаю, фильмы, музыка, любовь и так далее. Юля, а ты знаешь, вот почему-то многие считают, что вообще в современном мире все настолько уже унифицировано, что и Франция уже, так сказать, неразличимо. Вот взять Европу, она какая-то более или менее однородная. Но мне все-таки кажется, что Франция это особенная страна. Может быть, я не прав? с амбициями, с какими-то традициями. Это же не Америка, которая вот чисто функциональная и не чопорная Англия. Можно я тебе так немножко издалека отвечу? Вот когда ты сказал фразу там Европа вся однородная, да, мне кажется, что вот если так что-то сказать про Россию, Россия вся однородная, а русские все такие. Это как бы такой, наверное, вид с такого космоса вообще, с какого-то высоты-высоты, когда мы смотрим и как бы вешаем определенный как бы определенный ярлык, да, и когда вот оно размазано, оно может казаться однородным. Но когда ты погружаешься в любую культуру прям в нее, прям вот в нее, в ее центр, ты видишь, насколько она совершенно другая. И вот как раз вот про Францию, мне кажется, что это настолько сама культура по себе уникальная. И есть еще такой момент, еще тоже скажу, с позиции, опять-таки, вот этой вот однородности или похожести, да, у нас все равно есть такое мнение, что Франция, Россия, культуры похожие, да, что они очень близкие, тесные. и вот эта вот франца, вот это, скажем, восприятие, в нем что-то есть, мы действительно похожие, но вот оно мешает многим, когда они попадают во Францию и начинают видеть миллиарды мелких различий. И, как говорится, дьявол кроется в деталях, да, то есть, как бы вот эти, как бы вот, когда ты смотришь в целом, оно кажется, да, похоже, но когда ты погружаешься в детали, вот как раз быт, детали, они все разные. И мне кажется, вот в этом отличие всех культур внутри, и на нем строится какая-то базовая такая основа самой культуры, психологии страны. И вот от этого можно сказать, что да, Франция, она отличается от любой другой страны именно вот этими своими нюансами, особенностями восприятия многих каких-то жизненных процессов. Оно все вытекает вот именно из построения вот этого быта, из построения какой-то вот обычной вот жизни. И, соответственно, мы же из нее смотрим на потом и строим отношения с другими людьми. Вот, я да. Ты ответила или не ответила на твой вопрос? Ответила, да. И строим отношения с другими людьми. Ты знаешь, вот я читал какие-то материалы и люди, которые уезжали в европейские страны, в частности во Францию, они делали, на мой взгляд, ошибку. А может быть, это не ошибка, ты поясни. Они приезжали туда, они как-то не могли толком социализироваться, и все их общение было, это общение с Россией. То есть, это бесконечные разговоры с друзьями из России, по вечерам и так далее. И это, кстати, женская аудитория. Вот, так вследствие чего происходит? Какое главное психологическое препятствие вот здесь может существовать? Почему мы не хотим менять свои привычки здесь, или мы привыкли? Вот, что здесь происходит? Почему люди боятся общаться? Я бы вот наоборот, я бы забыл всех русских, а по крайней мере вот первое время я бы только с французами общался, и именно с коренными. Вот, объясни про это, можешь рассказать? Ты знаешь, каждая ситуация уникальная, и есть такой момент, даже вот есть официальные исследования, да, то есть за нами постоянно за всеми уже наблюдают, следят, и делают какие-то выводы, и, например, если говорить про то, как каждый человек входит в новую культуру, да, есть люди, которые приезжают, они погружаются, например, сразу ищут только своих, погружаются в своих земляков, скажем, погружаются в эту культуру, есть люди, которые категорически отказываются от них и погружаются только в другую, есть те, которые начинают коммуницировать и там, и там, вот, и у каждого есть своя стратегия, в каждой стратегии есть свои плюсы и минусы. Всё зависит именно от того, что хочет человек, с чем он приехал в новую культуру, да, то есть это беженец, это студент, это экспат, или это там человек вышел замуж или женился, да, то есть как бы это всё разобретает в условии. Да, вот. И здесь есть такой момент, что мешает. Мешает чаще всего, конечно, наше внутреннее состояние, потому что, когда ты приезжаешь в новую среду, представляешь, что происходит. Если человек, он до этого был очень сильно осведомлён, ну не сильно, но, скажем, у него была какая-то информация об этой среде. И, например, человек хорошо разговаривал на местном языке или разговаривает. Как правило, человек, который хорошо разговаривает на местном языке, это тот, кто учил этот язык и, соответственно, он учил ещё культуру и какие-то особенности. Он уже подготовлен, может быть, какую-то историю. Второй момент, человек мог заранее всё изучать и так далее. А есть люди, которые приезжают, у них как бы вот есть поверхностное представление о стране, неважно, Франция, это Германия, Таиланд и так далее. Но они не думают о деталях. И вот эти детали, когда ты приезжаешь, представляешь, тебя сразу окружают миллионы маленьких деталей, про которые ты не думал. Реально ты про них не думал, потому что в твоей той жизни ты с ними не сталкивался, как с противоречием. И это происходит каждый день, иногда бывает, каждую секунду. И, соответственно, это очень сильно эмоционально может давать такое сильное напряжение, осознаёт, человек или нет. И вот именно вот этот аспект, он утомляет человека. И вот эта вот усталость, что он как бы начинает, потому что он всё начинает делать по-другому. Во-первых, у него может меняться часовой пояс. И даже там, где буквально час, разница, представляешь, вот смотри, пример приведу, у нас наши внутренние биологические часы, они запрограммированы под определённые ритмы. И уже человек начинает где-то рано просыпаться или позже ложиться, когда мы подходим к моменту перевода часов. Да, у нас уже организм знает, что там завтра или через неделю будет перевод времени там на летнее время или на зимнее. Мы это чувствуем. А, кстати, во Франции есть такой перевод, нет? Да, 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 есть, есть. Вот. А представляешь, ты переехал и человек год, живёшь два, живёшь, организм чувствует вот эту перестройку. Для него это является нагрузкой дополнительной. Он может кушать другую еду, другую воду. Когда ты турист, приехал на месяц даже, если там взять более такой, более такой срок, чем неделя или пять дней, у тебя меняется там вода, еда на какое-то время, а когда это меняется на более долгое время, организм уже понимает, что ему нужна более тотальная перестройка. Ритуалы в еде, в одежде, в каких-то вот прям нюансах, есть даже страны, где там иначе моют посуду, грубо говоря, где ты вышел там с одним лицом, а здесь надо с другим и так далее. Вот это всё, как бы, где все мелочи, они утомляют. И есть люди, которые это осознают, а есть которые не осознают, но они могут как бы пугаться с этого и сваливать, допустим, на другие какие-то аспекты, что, например, я не пойду общаться с иностранцами, потому что я не говорю на языке, а это может быть просто другой аспект, он элементарно устал, у него не хватает вот этой вот психической энергии на контакт, он не осознаёт это. Второй момент, это когда у человека есть какие-то, какой-то образ страны, а он, получается, не совпадает. Он расходится, да, чаще всего, да. И он видит вот эти несовпадения, они его разочаровывают, и, соответственно, это тоже мешает. То есть, и у него, получается, как это я называю, знаешь, смещение происходит. Человеку нужно решить две задачи одновременно. Одну практическую, там, я должен найти работу, например, или друзей, или там, решить вопросы с бумагами, а он находится в решении эмоциональной задачи. Ему нужно преобразовать вот это всё своё несоответствие, все эти разрывы, или даже, если вдруг всё супер хорошо, вот это тоже супер радость, супер вот какие-то вещи, они тоже, на самом деле, могут утомлять, когда это много, когда это непрерывно. И он тоже может не осознавать. Ну да, такая атака на мозг, да, и на эмоциональную часть мозга особо. Да, и как бы вот оно происходит даже во сне, на самом деле. Потому что даже в многих странах и ритуалы сна меняются, понимаешь? И кто-то там, я не знаю, спит на открытом воздухе, в духоте, да, где-то климат, контроль, где-то там ставня железная раньше не было. То есть вот качество, даже, вот дальше, когда общаюсь с людьми, знаешь, что-то даже затрагивает, качество постельного белья, вот настолько вот этот чувствительный... Ну, конечно, то, что всегда нас окружает быт. Да, с людьми. Простые вещи, казалось бы, ну, какая-то разница, чашка квадратная или круглая. Ну, вот здесь принято круглая, будь добр, к ней привыкнай. Да-да-да. Или как во Франции, утром многие пьют кофе, боль, я уже, слушай, забыла по-русски, большая пиала такая, но она большая реально. Вот, и получается, вот, приходишь в гости, где-то там, да, остался в гостях на ночь, а утром тебе кофе вот в такой пиале подают, и им так это вкусно. Вот, а мне кажется, оно уже все у меня остыло, весьма кофе остыл, и так далее. Или как вообще можно в такой тарелке пить? Или же там какие-то вот еще другие нюансы, да, вот, и ты привык, ты как бы, скажем, принимаешь это, да, один раз удивился, принял, но когда это становится ежедневным ритуалом, это может утомлять, это реально может утомлять, и влиять на качество общения, и качество общения всего. Юля, скажи, а это вообще мужская проблема или женская? Я так понимаю, что быт, это же вообще женская сфера. Вот, у мужчин, наверное, все по-другому происходит, что они, у тебя известны вот какие-то достоверные случаи, вот, что, мужская проблематика, их адаптация, акклиматизация во Франции часто. Да, кстати, напомню, Юля уехала не в Париж, а в город Нант. Замечательный город, я уже посмотрел, да, эти ходящие, как это так, аттракционно называются, которые, значит, из войны миров, да, это паук. А, на самом деле, у нас, это город Жульверна, и здесь очень много машин, роботов по произведениям Жульверна. Да, 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 да. Вот, и у нас есть карусель, которая, там, три этажа, грубо говоря, дна морского, и с разными видами морских обитателей. Ну, про город Нант это будет отдельная тема, а вот все-таки про мужчин и женщин, про развитие психологии, кто с чем сталкивается. Мужчина, он же реже сталкивается с бытовым чем-то. У него, допустим, есть жена, или вот там. Ну, хотя, наверное, случаев, когда мужчина уехал, потому что полюбил какую-то француженку, и она его там приняла, это, наверное, редкие случаи все-таки. Ты знаешь, так удивительно, что здесь вот заметили, во Франции именно, что очень много таких пар, где русская женщина и французский мужчина. Обратного немного меньше, но, может быть, они все уехали в Россию как раз, потому что я встречала французов, которые вышли, женились на русской женщине и уехали в Россию. Вот так, со счастливой. Может быть, поэтому мы здесь больше видим вот это, чем другое. Хотя, я скажу такую вещь, наверное, про адаптацию мужчин и женщин. Вот мое мнение, различие, оно состоит, знаешь, где? Оно не состоит даже, а где оно находится. Оно живет в голове. Потому что вот есть воспитание, да, у нас с детства воспитывают в таком ключе, что вот мужчина, у него такие-то, такие-то обязательства, у женщины такие-то, такие-то обязательства. совершенно верно. Я сейчас не иду в психологию, как устроен мозг, или там у кого гормонов больше, у кого меньше, да? Ну, об этом мы в отдельной идее. Да, да, да. Иначе мы с тобой ни к чему не перейдем. Вот, а мы сейчас берем про вот именно культурный аспект, скажем, мужчин и женщин. И вот здесь есть такой нюанс вот про быт, да, потому что приезжаешь во Францию и видишь такую картину, что у мужчин и женщин быт, он равнозначен. Это абсолютно вот равнозначное такое распределение всех каких-то особенностей. скажем так, унисекс. Да, они происходят скорее по принципу вот этот любит это, а этот не любит это. Поэтому вот один как бы из там партнеров, да, он берет на себя вот эти обязательства и так далее. И как бы здесь есть такой нюанс, да, когда ты видишь, я помню первое время, сейчас я уже, кстати, этого не замечаю, наверное, глаз привык, а первое время я прям удивлялась, когда видела очень много тележек в магазине, где на нем сидит ребенок, и мужчина делает покупки в парке, что папа гуляет с детьми. Многие знакомые француженки делятся такой информацией, а я не готовлю вообще, ну, я не люблю готовить, я не готовлю, поэтому муж готовит. И при этом, допустим, он еще и зарабатывает. То есть здесь нету такого, что вот обязательно, что вот распределение я зарабатываю, а ты готовишь. Нет, здесь есть именно по принципу, кто что любит, что кому комфортно делать и так далее. И вот когда, мне кажется, если русский человек приезжает во французскую среду, мужчина, например, мне кажется, что сложность может состоять только, знаешь, в чем? Что есть, во-первых, ограниченный набор вида работы, который ты можешь делать, куда ты можешь пойти работать, зарабатывать деньги. Мы сейчас не берем класс, где бизнесмены, где открывают свой бизнес, там большой или маленький, или что-то. Это вообще отдельная категория, да, людей. Да. Вот. И дальше есть такое, мне кажется, вот если возвращаться к воспитанию, есть внутри такая установка, в любом случае, да, что я где-то должен, там внутри, на подсознании, я должен, там, содержать семью, я должен реализоваться, чтобы обеспечить потом семью, неважно, с кого она состоит, как бы, кто партнеры, да, но вот это вот, все равно есть вот такая, как бы, черта. Установка, да? Да, да, да. Я не хочу вдаваться в энергии, мужская, женская, достигатели, там, и так далее, сейчас женщин тоже таких много, мы берем чисто культурное, да, и, соответственно, он сразу смотрит какие-то моменты, где он, как бы, должен реализовываться, вот, чтобы заработок, чтобы он сразу прокормил какую-то группу, если он приехал не один, если он приехал один, как бы, часто бывает на заработки приезжает, тоже получается, да, какие-то деньги, там, семье, может быть, это семья даже родителей, да, то есть не обязательно, да, есть такое тоже. Вот это вот, как бы, дополнительный, как бы, статус, что я, вот, обязательно должен выйти на какой-то статус, он может ограничивать, мешать в поиске работы, хотя, знаешь, вот есть очень многие, они соглашаются на любые работы, на работы, там, и грузчиком, и перевозчиком, и, там, какой-то ресторанный бизнес, знаете, в кафе, в бары, там, далее. Здесь нужно еще сказать, что это мы не говорим сейчас, да, когда коронавирус и прочее, а мы говорим до этого, что было, да, мы же об этом не говорим. Да, сейчас любые, там, наверное, идут на любые работы, потому что люди потеряли их много, и во Франции. да, 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 вот, и здесь есть еще такой момент, что, вот, мне кажется, разделение мужчина-женщина в адаптации, оно все-таки чисто такое условное, психологическое, вот, именно больше вот из этих вот, знаешь, как вот, что человек на себя навешал, каких обязательств на себя навешал, и смотрит ли он через призму вот этих обязательств на вхождение вот в эту культуру, то есть вот как он будет язык учить, как он будет работу искать, как он будет дом строить, или там его арендовать и так далее, то есть как бы здесь вот чисто вот через призму вот этих обязательств, и как раз вот различие, мне кажется, состоит в том, что, хотя, может быть, это тоже на самом деле условное, что мужчине сложнее вот эти обязательства трансформировать, что женщина по натуре, она как бы более адаптивная, потому что подстраивается, хотя это тоже может быть такой, знаешь, образ, опять-таки, зависит от воспитания, кого как воспитывали, да, если женщину воспитывали, или она себя воспитывала в ключе, что почему я должна подстраиваться, не будет она ничего делать, понимаешь, вот все-таки у нас все вот в голове в нашей, настолько, мне кажется, весь пульт управления, в нашей адаптации. Ну, ты знаешь, это с одной стороны, с другой стороны, известны случаи, когда переезд за границу, и вот та работа, о которой мы сейчас говорим, это же работа мозга, это работа эмоций, она в корне преображала человека, и человек просто расцветал, вот то, о чем ты говорила, представляешь себе, миллиарды и миллионы всяких различных деталей, ну, какая уж там депрессия будет у человека, бери каждый день, вот, все же как у нас говорят, вот мы хотим чего-то новенького, чего-то новенького, мы его не находим, правда? А тут приехали в другую страну, и мы видим, что там этого новенького, вагон и маленькая тележка, ведь согласись, что были такие случаи, когда переезд, он бодрил, он придавал энергию, и спасал человека от депрессии, наоборот. Был такое же, да? Я думаю, что таких случаев очень много, и они на самом деле связаны с тем, что когда человек попадает вот в это вот новенькое, он, у него нет времени просто на эту депрессию. Конечно, конечно. Вот он просто решает постоянно какие-то задачи, то документы, то нужно выживать, то нужно еще что-то решать. Да, документы. Слушай, а вот расскажи про книгу. Ты написала книгу, и, честно говоря, я... Вообще, Юля, автор, это же у тебя не первая книга? Первая вышла, по-моему. Первая, которая на французском? На французском, да? Давай про первую вспомним. Это было в соавторстве с Валентиной Юрченко, правильно? Ну, вообще, самая-самая-самая первая книга была в 19 лет. Да ты что? Это я принимала... Ну, это не совсем моя книга, это я была как членом авторского коллектива, принимала участие в создании психологического словаря. О, прекрасно. Слушай, я даже... Это прошло мимо меня, надо это... Вот. Да. А потом вышел сборник стихотворений «Иллюзии». Так. Потом вышло методическое пособие для врачей по... Методическое пособие для врачей по гомеопатии, по энергоинформационной медицине. Ну, разные статьи и так далее. Потом вышла книжка, да, с Валентиной Юрченко в соавторстве. «Тринадцать сказок дизея» это философский... Прекрасно, прекрасно. Я до сих пор ее читал. Для детей... Юля написала книгу на французском языке, да? Вот. А когда я приехала во Францию, да, у меня, например, закарилась такой идеей написать книжку на французском, потому что, во-первых, столько материала пропадает. Вот ты приехал сюда, я просто все смотрю, знаешь, глазами исследователя. Всегда, где бы я ни находилась, я все исследую, мне все интересно, вот, понять какое-то внутреннее устройство, механизм, я не знаю, какие-то нюансы. И, соответственно, это всегда хочется переложить и еще с людьми поделиться. Вот. Я думаю, сколько материала пропадает. И плюс еще мне нужно французский учить. И я начала писать, конечно, ее вначале на русском. И получилась такая ситуация, что я пишу на русском, а французский же я не учу. То есть я остаюсь в русском языке. И, соответственно, я как бы стала ее писать на французском. Чтобы вот учить этот язык, потому что я учила его в основном сама. А упражнения делать надо, а не охота. Честно, вот все. Я настолько как бы вот в этот момент времени была уже замучена тем, что бесконечно училась. Вот. У нас же в России есть такой нюанс, что ты, если специалист, нужно постоянно там на каких-то курсах, 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 или там вот эти университеты, университеты. То есть, видите, я поняла, что все, баста, я больше не могу. Я больше не могу, несмотря на то, что как бы интерес есть и всегда знание есть, но оно засасывает и нужно остановиться. Вот. И это даже спроектировалось на то, что мне тяжело было даже, вот я попробовала пойти в университет, помимо технических каких-то там организационных моментов мне мешался. Но самое главное было такое еще внутри, что я больше не могу быть вот этим студентом. Или во всяком случае я не могла быть на этот момент времени. И поэтому я ушла, и заниматься надо, писать надо, научиться. Вот. А поскольку у меня такой девиз был всегда по жизни, кстати, вот он, собственно говоря, и поэтому и выражался, знаешь, вот во всех моих книжках. Хочешь что-то выучить, напиши книгу. Обязательно. Когда я учила психологию, это был словарь. Я тебя поддерживаю стопроцентно, потому что я сам с этим столкнулся. Нужно прочитать вообще целую Ленинскую библиотеку, но ты при этом будешь безграмотный, еще и неправильно, так сказать, расставлять ударения. Ну, это другая часть. Но чтобы повысить знание языка и вообще как-то культурно образоваться, да, или поддерживать, нужно писать, конечно. И самое главное, есть еще такой нюанс, да, потому что здесь вот я работала со своим собственным психологическим барьером в изучении языка, потому что есть такая установка, что, грубо говоря, иностранец не может написать какую-то книгу на иностранном языке. Это должен обязательно носитель языка писать или перевести на иностранный. Или там, грубо говоря, русский, он не может там на французском написать книжку, если только он не родился в этой Франции, в два языка параллельно идет, или в раннем детстве не переехал. А вот так, что я переехала, фактически я через год стала книжку эту писать. И, конечно, я ее переписывала 150 раз. Но в этом-то и состояла работа. Какого плана? Что у меня уходил страх. Я же пишу ее для себя. Я не знала, буду я ее сдавать, не буду. Да-да-да. Да, и вот эти упражнения как бы для меня, когда ты переформулируешь фразу миллионы раз, чтобы довести ее до формы такой легкой, что даже не замечается, что вот вся эта работа не видна, потому что фразы легкие, тексты короткие, но в них вложено сразу много информации. И когда ты читаешь, кажется, а так легко, вот на самом деле за этим стоял большой-большой труд преобразования вот этой культуры внутри себя, трансформация себя под эту культуру, лучше ее понимание, потому что все с юмором. И второй момент, вот языком получается, что ты его нащупываешь, ты его интуитивно, как бы вот, скажем, начинаешь чувствовать. Конечно. И получается такая картина, что вот это возможно, когда ты реально что-то делаешь, не просто вот упражнения грамматически, ты как-то пишешь. Да, да, да. И не просто читаешь. Да, да, да. Читать можно бесконечно, и я же говорю, что ничему не научиться. Да, потому что, когда пишешь, ты структурируешь, ты структурируешь большие потоки информации в твою картину мира. И оно тебе помогает эту картину сформировать. Понятно, что путь не каждого человека, но он очень интересный. Итак, Юлия Табан, перечислять не буду, кто она. Друзья мои, читайте титры. Юленька, спасибо тебе большое, было безумно интересно и приятно. И тебе большое спасибо, Серёжа. Давай, да. До встречи, до встречи. Как ты? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Пока. Пока.